В городе над Богом торжественной обстановке открыли кризисный центр Брестской городской организации Белорусского Красного Креста. Раньше, на месте, где сегодня размещается коммунитарное сообщество, находилась детская поликлиника. Центр помощи нуждающимся появился в Бресте благодаря спонсорам, которые не остались в стороне. В первый же день открытия кризисный центр назван самым перспективным в стране. Сервисный центр, который открыт на базе городской организации Белорусского Красного Креста в Бресте, он является самым передовым, самым перспективным в Республике Беларусь. Каждый кризисный центр работает в каком-то определенном направлении. Кто-то работает с мигрантами, кто-то работает именно с пожилыми людьми. Здесь же будет очень много сервисов в одном месте, которые мы будем точно так же позиционировать на другие организации. В помещении оборудованы две жилые зоны, в которых могут проживать семьи по 10-12 человек. Есть кухня, санузел, а также комната для стирки белья. В общем, все как в стандартной квартире. Первые две семьи, которые на данный момент проживают в кризисном центре, украинцы. Одна семья приехала из Донецка, вторая не смогла вернуться в Украину в связи с началом проведения специальной операции. Человек, который еще до военных действий попал к нам в нашу больницу, ему сделали пересадку почки и различные были проблемы у него здесь существования. Поэтому мы нашли фонды, которые оказали помощь ему, восстановили его финансовые затраты и в дальнейшем оказывают эту помощь. Я приехала сразу на операционный стол в областной больнице, мне сделали пересадку. Очень хорошие специалисты, всем спасибо, главному врачу спасибо, что нам помогало. Все медсостры, когда началось военное действие, мы должны были уехать 28-го в выписке, но 24-го начали военное действие. Всем медперсонал мне помогал психологически это пережить, морально пережить вот это все. Потом мы меня как бы выписали, нам не было куда идти. Когда я была на операции, муж жил в общежитии, при больнице. А когда меня же выписали, как бы другие люди тоже должны заехать на пересадку. Муж мой как сопровождение идет, как сопроводитель. И мы остались на улице. Обратились сразу, когда еще в больнице была, в Красный Крест. Нам Красный Крест посоветовал сайт, и мы нашли жилье. Мы живем у людей, простых людей. Они нам предоставили однокомнатную квартиру. Красный Крест нам сезонно дает одежду, еду и денежную помощь. В кризисном центре сосредоточены все возможные сервисы. Здесь же располагается и офис городской организации Красного Креста, где уже готовят волонтеров по различным направлениям. Проводить занятия с пожилыми людьми, а также оказывать психосоциальную помощь детям-инвалидам. С открытием этого центра у нас появляется новая возможность больше оказать помощь нуждающимся в городе Бреста. Мы будем развивать сервисы, которые у нас были, и также думаем о новых сервисах, которые будут улучшать жизнь населения. Тут проще будет оказывать помощь, психосоциальную помощь деткам с инвалидностью. Также пострадавшим, допустим, приезжают вынужденные мигранты к нам. Мы детей развлекаем, приходят, психосоциальную поддержку. У нас подготовлены волонтеры по психосоциальной поддержке, также по первой помощи, обучению населения первой помощи. И, конечно же, у нас появится возможность обучать своих волонтеров. А волонтеров у нас очень много. Абсолютно все готовы помогать в любой момент, в любое время, днем и ночью. Зов сердца, помогать людям от чистого сердца еще раз. Как видите, все держится на сердце. В прошлом году Брестская городская организация Красного Креста охватила различными видами помощи свыше 2500 человек. С марта 2022 года в Бресте ее получили уже 397 украинцев, так как в настоящее время деятельность гуманитарного общества сконцентрирована на оказании помощи вынужденным мигрантам южного соседа. Открытие нового кризисного центра – это новое поле для деятельности волонтеров, возможность эффективнее и качественнее организовывать необходимую помощь людям, которые в ней нуждаются.